В прямом эфире РБК Уфа. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости на сегодня. Уфа стала лидером среди городов России по спросу на поддержанные шубы. В столице Башкортостана, по данным популярного сервиса продаж, шубы втрое популярнее пуховиков. Опять же, речь идет о вещах БУ. Тенденция популярности шуб характерна для 23 крупных городов России. Эксперты связывают это с особенностями климата и историческими традициями. Что же касается Уфы и попадания в топ по спросу на поддержанные шубы, сказывается снижение реального уровня доходов населения, говорят эксперты. В общем, мировую тенденцию отказа от натуральных мехов в России начисто игнорируют в силу особенностей нашего климата и традиций. К тому же, маркировка изделий делает этот рынок более прозрачным и привлекательным для покупателя. В Башкортостане спрос на новые меховые изделия увеличился, по словам участников рынка, по разным данным от 5 до 10%. В свете информации о снижении средних доходов населения, закономерно, что потребители ищут шубы на вторичном рынке, так как он более доступен и цены там ниже. Наиболее популярные изделия – это изделия из овчины, на втором месте идут механорки. В Уфе отмечают одно из самых богатых предложений в Приволжском федеральном округе – более 50 точек торговли без учета онлайн-магазина. Цены, по словам аналитиков, на меховые изделия в среднем в 2018 году выросли на 15%, а вот покупки новых изделий прибавили около 20%. Сейчас возвращаемся к главной теме последних дней – ситуации в Сибае. Частичное искусственное затопление местного карьера могут начать после 1 февраля. Именно тогда, согласно плана работ, должна быть завершена локализация очагов тления рудных пород. Об этом нашему телеканалу рассказали в руководстве сибайского филиала Училинского горно-обогатительного комбината. Кроме того, примерно к этому времени планируется завершить подготовительную работу для затопления. Речь идет о бетонных перегородках для удержания воды, которой потребуется около 410 тысяч кубометров. Затоплению подвергнуты и часть горных выработок, которые сейчас активно используются предприятия. Это повлечет сокращение выработки на треть. В самой компании пока не посчитали экономический негативный эффект, однако отмечают, что не считают затраты на устранение тления пород ущербом. По оценке независимых аналитиков, речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей. Как мы можем говорить об ущербе, если завтрашнюю работу мы ее делаем сегодня? Вот тут надо понять такое, что карьер в итоге, он все равно будет рекультивироваться. И то, что мы сегодня возим, значит мы будем возить через три года после того, как будет проект на рекультивацию. Поэтому все относительно, все эти затраты, они могут быть учтены в дальнейшем или повлиять на дальнейшие расходы и так далее. Решению проблемы смога в Сибае была посвящена и существенная часть оперативного совещания в правительстве республики. Временно исполняющий обязанности главы региона Радий Хабиров назвал ситуацию в столице Башкирского Зауралия непростой. Ситуация в Сибае непростая. Она, на мой взгляд, не критична, она просто непростая. И мы должны все, вот каждый в части своей, просто очень дружно, очень аккуратно отработать. И тогда все у нас в этой части получится. Сибайцам хотел пожелать выдержки. Уважаемый Рустам Ахмедкаревич, вы там, мы с вами договорились. Для вас это самый серьезный вызов. Я не думаю, что другие главы встречались с такой ситуацией. Поэтому голову на плечах, пожалуйста, уверенно, спокойно. И мы готовы в любой ситуации вам плечо подставить. Проблемы с загазованностью в Сибае начались еще в ноябре. Причиной образования смога называется скопление дыма при окислении руды в неэксплуатируемом карьере по добыче меди. По этому факту заведено уголовное дело. Более 2,5 миллиардов рублей на выплаты за первенцев получит Башкортостан в 2019 году из федерального бюджета. Ежемесячные пособия семьи получают также на третьего и последующих детей, сообщили в Министерстве труда республики. Предварительно на эти выплаты предусмотрено 752 миллиона рублей, 650 из федерального, 102 из регионального бюджета. Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка в республике 9182 рубля, почти на 300 рублей больше, чем в 2018. За третьего и последующих детей будут по-прежнему платить 8993 рубля. Пособие полагается детям до трех лет. Правом на него пользуются семьи со среднедушевым доходом не более 8975 рублей. Таков сегодня прожиточный минимум для детей, и отметили в региональном Минтруда. Башкортостан вошел в число регионов, где перед новогодними праздниками выдали наибольшее количество новых кредитных карт. В декабре почти 34,5 тысячи кредиток. По данному показателю регион на шестом месте в России. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй. На пятом месте Свердловская область, больше 36,5 тысяч. На седьмом Челябинская, без малого 33. В тройке лидеров Москва почти 70 тысяч, Московская область 56,5 и Краснодарский край, без малого 47. На четвертом месте Санкт-Петербург, почти 37,5. Всего в декабре 2018 в России банки выдали более миллиона 150 тысяч новых кредиток. Рост к декабрю 2017-го 14,5%. Далее смотрите РБК-события. Подробный отчет о днях Крыма в Республике Башкортостан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин